Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 29 сентября. Память преподобного Феофана. В городе Газе жил богатый человек по имени Феофан. Очень милостивый, который принимал и покоил странников и совершал другие добрые дела. По прошествии некоторого времени все его имущество было роздано нищим и убогим, и сам он совершенно обнищал. Но не поскорбел он о том и только воздыхал о грехах своих. После этого, по опущениям Божьим, впал он в лютый недуг, так что и руки, и ноги его отникли водою и начали разлагаться, отчего и стекло много гноя. Но он все это смиренно терпел, благодаря Бога и восхваляя его. Когда же настало ему время умереть, началась такая сильная буря, что нельзя было вынести тело его из дома на погребение. Жена его с горькими слезами воскритала «Увы мне, господин мой, что мне делать? Как мне вынести тело твое на погребение?» Он же ответил ей «Не плачь, жена!» До сих пор продолжалось испытание, но вот наступает помилование от милосердного Бога. Ибо в час моей кончины прекратится по воле Божией буря. Так и случилось. В тот самый час, как предал он душу свою в руки Божией, наступила полная тишина на земле и в воздухе. Пришли соседи его, начали омывать тело его и увидели, что на нем не было ни одной раны или язвы. Благоговеяно погребли они его. По прошествии четырех дней он явился одному человеку во сне и велел ему отвалить надгробный камень на его могиле. Когда это было сделано, то великое благоухание распространилось от его тела, и вместо гноя и стекло мира, исцелявшее всех больных, приходивших и приносимых к мощам святого Феофана. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok